Добро пожаловать на передачу Диван вопросов от родителей. Сегодня у нас не просто необычный гость, как я говорю на каждой программе, но сегодня у нас реально особенный гость. И этого гостя зовут Андрей Савельев. Правда? Здорово. Я Никита, это Андрей. Андрюша, расскажи о себе на эту камеру чуть-чуть. Так, ну мне 29 лет, я программист, я 3 года 3 и 6 месяцев живу в Нижнем Новгороде, приехал из Приморского края. Вау, это где? Это Дальний Восток, это вот там, где Япония, вот в своей стране Китай. Вау. Расскажи чуть-чуть про Японию. Слушай, ну Япония это вообще другой мир, это как Марс планета, потому что люди там живут по своим традициям. Часто с ними пересекался за время жития в Приморском районе? У меня не было никогда друзей японцев. Я несколько раз коммуницировал с ними, потому что я видел их на улицах города, и однажды я бывал в Японии. Вау. Ты рос в семье какой? Я рос в семье, где была только одна мама. У тебя мама неверующая, я ее правильно понимаю? Нет, она верующая, она пришла к Богу на неделю раньше, чем я. Да, это было в 2001 году. Когда тебе было? 11 лет. Вау. Расскажи про этот период, как твоя жизнь изменилась до, после, что это был за момент? Ну, на самом деле, это был счастливый момент. Я был ребенком, мне было классно. И просто однажды я делал уроки, мама заходит ко мне в комнату и говорит, так и так, ну ты же знаешь, что я уже начал в церковь ходить. Я такой, ну да, слышал, ты была там. Она такая, ну ты хочешь со мной? И я такой, ну да. Ну и все. И я пошел в церковь, попал на воскреску, нам рассказали про овечек, которых любит Иисус. И мы эти овечки, и нам нужно быть с Иисусом, чтобы быть в порядке. И все, и вроде как я покаялся. Но потом я три или четыре раза перекаялся, потому что я думал, что не по-настоящему покаялся. Ну, в общем, интересно. Классика. Расскажи про эти три-четыре раза, нам, ну, реально интересно. У нас такая программа, да, что мы тут делимся откровенностью. Ну, смотри, просто когда ты ребенок, ты в принципе не понимаешь, за что ты каешься. Потому что ты еще ничего не сделал. Ну, ты маме там нагрубил несколько раз, ты там с двойкой пришел из школы. Дичь. Да, и как бы я даже не матерился еще. Все было впереди. Да, ну, процесс вросления, он был такой нелегкий. И я такой думаю, ну, ладно, я покаюсь, типа, что мне стоит. Ну, а потом, когда ты растешь, когда ты больше узнаешь о Боге, когда ты больше узнаешь, ну, узнаешь, ну, как бы, как он строит свои отношения с людьми, и ты думаешь, а, ну, а у меня по-настоящему это было или нет. Вот, и еще все время говорят, и в христианских кругах, что, ну, в общем, это цитата, что Дух Божий, который живет в нас, он свидетельствует о том, что мы дети Божьи. И ты такой думаешь, а как это вот он свидетельствует? Ну, типа, как это проявляется? Он что, говорит тебе в голове или как вообще? Ну, да. И, ну, просто в один момент пришла уверенность, что все, я спасен, и классно. Что это был за период, когда у тебя были сомнения? Ну, вот давай мы будем чуть-чуть к покаянию. Уже такой новейшей истории, да? Да, да. Ну, что это был за период, скорее, до, до твоего прям полноценного покаяния, когда, или у тебя их было несколько? Я думаю, что полноценное покаяние было одно. Просто какое из них, я не знаю. Ну, вообще, сама христианская жизнь, она была у меня, ну, до определенного момента, в принципе, очень простая, но мы упустим вот эти все годы школьные, потому что я там с Богом, у меня было все четко, я потом только решил немножко погулять на вольных хлебах. Чуть-чуть подробнее об этом. Я уехал учиться в другой город, вот. Куда? У меня было несколько городов, куда я уезжал учиться. Первый город, это был город Находка. Это приморский город, прибрежный, портовый, в общем, все прелести. И я безумно тогда мечтал стать музыкантом. Я играл на басу, играл на гитаре, я такой думаю, ну, все, рок-сцена для меня, все, я создан для этого, я поехал учиться в музыкальное училище. И я понял, что, ну, как бы я сделал не совсем правильный выбор. Интересно. Да, ну, я понял, что, ну, я начал крутиться в этой среде музыкантов. Кабачники такие, ну, в общем, классика жанра. Салатники. Да, ну, вот. И я такой думаю, ну, что-то мне не очень нравится эта вся движуха. Как бы, я видел своего препода, которому там уже 40, а он все по кабакам там на басу играет. Ну, такая себе перспективка, как бы, ну, не очень. Я бросил учебу и вернулся к себе домой. Мама просто там в слезах, я там вообще, ну, тоже депрессии. Подождал некоторое время и уехал учиться уже на свою актуальную специальность. Вот, которая у меня сейчас. Нет. Та-дам! Так, что? Что это? Есть небольшой нюанс. Я отучился на режиссера-постановщика. Вот. Я учился в колледж культуры и искусств в городе Уссурийск. Я отучился там, закончил, получил диплом, отработал на телезрине какое-то время, потом на федеральном канале чуть-чуть отработал, и я понял, что мне больше не нравится эта область. Как произошло твое конечное покаяние, если его так можно назвать? Конечное покаяние мое произошло... Это было, наверное, лет 15 было. Я был в лагере, в детском христианском лагере. Это чем-то похоже на энкаунтер, если кто-то знает, что это. У нас... Ну, в общем, все, что присуще лагерю. Там костер финальный, знаете, вот эта вся история. Передают свечку, дети плачут, там, ну, наставники радуются, ну, тоже плачут, на самом деле. И, в общем, и такой трогательный момент, и ты прям максимально открыт. И вот всем говорят, что Иисус тебя любит, что Он там за тебя умер, и вообще и воскрес, и вот Он такой классный, и хочешь ли ты помирить с Ним? И вот на тот момент у меня снова стал вопрос, а помирился ли я с Ним по-настоящему? Я такой, ну, ладно, сделай это еще раз. И, на самом деле, на тот момент меня очень сильно коснулось, я там был в слезах весь. Я как-то прочувствовал внутри себя эту, ну, эту всепоглощающую любовь, она как бы тебя, не знаю, это вот как какой-то вот прям, не знаю, как это объяснить. Просто ты такой, как в матрице, в свете в таком находишься, и как бы ты уже забываешь, что рядом с тобой дети, там, какие-то друзья твои, что костер горит. И вообще это не важно, потому что есть вот как бы ты, Бог, и все. Сейчас ты взаимодействуешь как-то с Ним, с этим так называемым Богом? Так называемым Богом? Ну, это реальный Бог, да, и, конечно, я с Ним взаимодействую практически каждый день. Как? Ну, естественно, у меня утро начинает с молитвы. Это не всегда полноценная длинная молитва. Зачастую это просто спасибо Господь, что дал мне это утро, благослови мне этот день. Я еще лежу в кровати, даже глаза не открыл. Вот. Ну, и просто вот в течение дня я как-то стараюсь размышлять над словом. У меня есть такая книжечка, которую мне подарила моя невеста, теперь уже жена. Да, ура! Да, еее! Ну, в общем, такой диошел бук «365 дней для мужиков», если перевести на русский язык. Важно, важный момент, для мужиков. Да, да. И это действительно важный момент, потому что у моей жены есть похожая книга, но она ориентирована только для женщин. А в чем разница? Ты знаешь, они как-то вообще по-другому излагают суть. Если в мужском девошелле ты, ну, как бы, учат задавать вопросы самому себе, какую-то проблематику, там, в стихии на день, да, вычленяют. И в конце такая молитва, она, как правило, звучит, ну, как бы, следующим образом. Помоги мне, Господь, справиться с трудностями в жизни и увидеть твой свет, и идти с тобой, и помогать людям. Ну, в общем, вот такая вся история. А у женщин, насколько я понял из тех скринов, которые мне прислала Ульяна, там «Моя любовь с тобой, я тебя люблю, и что бы ни было, я все равно с тобой, я держу тебя за руку, и с тобой ничего не случится, все будет классно». И, в общем, все такое розовое, классное и весело. Как происходил тот момент отступления? Был у тебя вообще такой? Да, да. Давай, папа, дров. Мне нравится. Ну, на самом деле, сделаю небольшую ремарку. Я очень сожалею о том, что этот момент наступил, и если у кого-то из тех, кто нас смотрит такой момент, то я хочу призвать вас как можно скорее вернуться обратно. Просто, я не знаю, как, вы должны вгрызться в землю, найти кого-то, кто вам поможет, или просто вы дома сейчас, и вы такие на распутье, просто кричите прямо сейчас в небеса, чтобы Господь вас спас. Иначе дело дрянь. Почему? Потому что ты просто падаешь в какую-то пропасть. Дело в том, что если бы я раньше не знал Бога, то все было бы окей. То есть, ну, я его не знал, и как бы и норм. Ну, я живу так же, как все остальные. Но я-то его узнал, я знаю, какой он, я знаю, как он работает в моей жизни. И тут я просто самостоятельно решил, ну, пожить, в общем, так, как я хочу. Я, в принципе, практически и принял такое решение, что я вот немножко посмотрю, как там, и сразу же вернусь обратно. Вот я просто вот одной ногой туда загляну. Самые великие обманщики. Да, да, и все, и сразу же обратно. И это затянулось на семь, почти восемь лет. В общем, шажочек такой. Интересно. Да, все началось с малого, там, с немножко алкоголя, немножко странных препаратов. Ну, девушка. Что это? Назови. Людей. Давай назовем это людей. Ну, хочу тоже сделать небольшую ремарочку. Из тех людей, с которыми я познакомился, вот находясь в отступничестве, я все равно выстроил крепкие дружеские отношения. И я хочу сказать, что, ну, как бы в миру отличные ребята, на самом деле, просто я не знаю Бога. Давай передаем им привет. Да, ребят, я вас люблю, вы в моем сердечке. И все, love. В общем, это все, понимаете, это наступает все вот плавно. Ну, не бывает такого, что ты такой, сегодня ходил в церковь, а завтра ты такой, ааа, все, в грязи валяешься. Ну, такого не бывает. Ты такой плавненько-плавненько деградируешь и такой, и потом ты понимаешь, что ты все уже по колено балансируешься. Мне нравится, мы это сейчас выведем, плавненькая деградация. Да, да, да. Есть даже понятие контролируемая деградация, но это ложь, не бывает контролируемой деградации. У меня внезапно, откуда ни возьмись, появилась фобия, кардиофобия. У меня никогда ее до этого не было, но она просто вот произошла. Что такое кардиофобия? Кардиофобия – это когда тебе постоянно мерещится, что у тебя что-то случится сейчас с сердцем. Это кардиофобия. И потом это начало повторяться с завидной регулярностью, и это превратилось в панические атаки. И они наступали внезапно, просто они могли произойти в любой момент времени, независимо от дня, ночи, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Просто эта паническая атака, она накрывает тебя, животный ужас, животный страх полностью от непонимания реальности происходящего. И я просто не мог так больше жить, потому что я понял, что либо я сойду с ума, либо я что-то с собой сделал, потому что так невозможно больше. Вот. И я понял, что мне нужно возвращаться в церковь каким-то образом. И это был, кстати, прикольный момент, потому что я был после очередной вечеринки, уже я пришел под утро домой, листаю инстаграм, и у меня появляется реклама молитвенного завтрака. Я такой, типа, что? Такой, нет, да, ну, бред какой-то. Пролистал все это дело. Ну, и это повторилось, я вот не помню, это было через день или на следующую неделю, как, в общем, в какой-то момент она снова повторилась, реклама была в инстаграме. Молитвенный завтрак, и там была подпись, если интересно, приходи, мы расскажем тебе, а, напиши нам в директ, и мы расскажем тебе, куда им приходить. Я такой, ну, ладно, написал в личку. К сожалению, по техническим причинам не сразу мне ответили. То есть я попал еще через неделю только на молитвенный завтрак в 6.30 утра. Это было такое уютное, атмосферное местечко, просто прекрасное. И, не знаю, это Господь просто устроил. Там было свидетельство одного брата из церкви, который прошел, ну, похожий путь, не такой, как я, конечно, но они, ну, в общем, все ребята, которые уходят из церкви, у них как-то более-менее что-то одинаковое где-то складывается. И я такой, блин, да это же про меня, йоу, это тот парень, это практически я, только, ну, с бородой там, не знаю, с детьми. И он там рассказывает историю и говорит, вот, если вы, мы, кстати, ищем, он из группы прославления, и он, если мы ищем, кстати, музыкантов, если вы музыкант, обратись к нам. А я же, ну, наивный чувак, я такой, я думал, что все, я сейчас скажу, что музыкант меня сразу же возьмут. И, к слову сказать, что очень важно, сразу же, когда я пришел на молитвенный завтрак, со мной начали выстраивать контакт. И, да, я безумно... На заметочку с служением, да? Да, ребят, это просто катастрофически важно. Я, потому что никого не знал, я не знал этих людей, я чувствовал себя просто, как, не знаю, как чипенец какой-то, ну... А тут мне сказали, как тебя зовут, давай мы нальем тебе чайку, и я сразу как-то... Да, нальем. Вот, и как-то все классно произошло, и я... Такие флешбеки из христианской жизни начали возникать, и я как-то уже подразмяк, такой, ну, здорово, мне нравится эта движуха. И я стал ходить на молитвенные завтраки, вот. И потом, через какой-то, может быть, через две недели я пришел в воскресенье уже на служение, и... Меня сразу же взяли в оборот, просто подошли ребята из прославления, они слышали уже о том, что я музыкант, и они сказали, мы просто хотим порепетировать вместе, собраться, давай с нами. И, в общем, это все плавненько, плавненько первое слово в то, что я сейчас уже служу в церкви, служу в прославлении. Есть Бог. Тебе было часто стыдно, что ты верующий? Стыдно, что я верующий? Я думаю, что можно так сказать, что бывали моменты, когда я стеснялся говорить о том, что я верующий, да. Такие моменты были. Это нельзя назвать стыдом за то, что я верующий, это, скорее, стеснение сказать, как-то выставить, выказать свою позицию, вот. В чем выражается для тебя Божья любовь сейчас? В чем она выражается? В том, что я... Не знаю, что у меня все хорошо, что я женился, что я жив, что у меня, ну, у меня отличные друзья, отличная церковь. У меня, ну, не знаю, у меня просто все хорошо. Наш предыдущий гость задал тебе вопрос, как подготовиться к нашей программе? Как ты думаешь, как это сделать? Я думаю, что не надо особо готовиться, просто надо быть честным. Красавчик. Давай зададим вопрос следующему нашему гостю. Я его записываю. Любой, давай его потомим чуть-чуть. Следующему гостю? Вообще, какой хочешь? Какой хочу? Про какую угодно сферу. Согласился ли бы он улететь на Марс? У тебя очень много... Прежде чем мы закончим вопрос, ты несколько раз упоминал Марс. С чем это связано? Не знаю, я увлекался в детстве космосом, всей этой историей с космическими кораблями. И я сейчас периодически слежу за тем, что делает Маск и вот этот ракет, который он строит, на которой мы когда-нибудь полетим на Марс. И не знаю, это просто прикольно. Марс классно, почему нет? Давай знаешь, что мы сделаем? Прямо сейчас вот на ту камеру дадим совет человеку, который смотрит. Буквально 15 секунд. Коротенький совет. Самый главный в твоей жизни. И в его жизни, надеюсь. Ну, будь честным перед собой, быть честным перед людьми, быть честным перед Богом. Это три важных постулата. Не знаю, просто будь целеустремленным, достигай этих целей и старайся выстраивать крепкие взаимоотношения с Богом. Шик. Андрюша, спасибо тебе. Нормально, что вы называете Андрюшем? Да, отлично. Все, отныне я буду называть Андрюша Андрюшей. А вас, дорогие гости, я жду либо здесь, на этой программе, либо в комментариях, либо в лайках, где, где, ну, в дизлайках тоже можно. Но вообще не надо. Я вас люблю. Я Никита. Это Андрей.